Говорят, что переезд на новое место немного как стихийное бедствие и ремонт в одном флаконе. Давайте сегодня обсудим лексику, которая связана с переездом. Меня зовут Кэт и вы смотрите Puzzle English. Поехали! За последние полтора года все наизусть выучили слово релокация, которое по-английски звучит абсолютно так же Давайте сразу с предлогом Ради своей новой работы он переехал в Лос-Анджелес. Но все-таки релокация слово довольно специфическое и есть гораздо более общий. Глагол это Именно в этом контексте, как переезжать, потому что move это еще, конечно, двигатель и двигаться. Тоже предлог От этого глагола есть существительное Это значит грузчики Профессиональные грузчики могут просить за свою работу сотни долларов. Также к глаголу move добавляются разные предлоги. Например Уехать, переехать куда-то, в другое место, отсюда Моя подруга переехала в прошлом году или уехала. В общем, она здесь больше не живет Это въехать в новое жилье или съехаться Они купили новый дом, но там нужно сделать много работы, прежде чем они смогут въехать. Ну и если есть move in, то, конечно, есть move out Это выехать Тебе нужно выехать, съехать к концу недели Многие люди сейчас уезжают из Лондона, потому что там слишком дорого. Есть еще такое странное на первый взгляд выражение Которое не означает сдвинуть или подвинуть дом, оно также значит переехать За последние 10 лет мы переезжали 4 раза Я не хочу работу, ради которой мне нужно будет переезжать Переезд известен своей стрессовостью Ну и, конечно, сам переезд, будь то в новую квартиру, в другой город или даже в другую страну, это полбеды Перед этим нужно подготовиться и много чего сделать Для всех этих действий тоже есть фразеологические глаголы Например, давайте сразу перевозьмем Это может переводиться как пройти через, но в контексте переезда я бы перевела это как перебрать вещи Мне нужно перебрать все свои вещи и решить, какие из них я оставляю, какие отдаю, а какие просто выбрасываю Питер разложил свои книжки и фотографии в две отдельные стопки или кучки И вот, когда вы все это разобрали и рассортировали, вам еще нужно это упаковать Для этого есть прекрасное слово Я переезжаю в другую страну и мне нужно упаковать всю мою жизнь в два с половиной чемодана Что, кажется, мне абсолютно невозможно Помимо того, что вы все свое упаковали, по коробкам разложили и отправили туда, где вы будете жить Если вы жили на съемной квартире, например, вам нужно ее очистить полностью от своих вещей И освободить, убраться, может быть, даже Для этого тоже есть специальное слово Которое может значить как процесс уборки, так и избавления от вещей, которые вам больше не нужны А еще это процесс, в принципе, освобождения жилплощади или места Я наконец-то сказала мужу, чтобы он освободил жилплощадь, чтобы съехал Хозяин квартиры дал мне неделю на то, чтобы освободить ее Мы решили избавиться от всего ненужного в гостевой комнате и превратить ее в кабинет для учебы Ну и когда вы все-таки переехали и все самое сложное позади, вам нужно устроиться на новом месте Согласно большинству психологов, чтобы устроиться на новом месте и почувствовать себя как дома, нужен примерно 21 день Я выбрала тему переезда не случайно, это официально мой последний эфир для Puzzle English, записанный в Москве Я уезжаю жить в Нью-Йорк Так что, надеюсь, буду снимать вам оттуда Следите за обновлениями, подписывайтесь на нас в соцсетях и до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok